ПОДРОБНОСТИ НЕДЕЛИ ПОДРОБНОСТИ НЕДЕЛИ Вторая неделя тяжелых боев. Украинские силы удерживают всю линию фронта. А вот какой ценой? Обязательно поговорим сегодня. Еще обсудим теракты. Не только страшно мариупольские, но и те, что происходят последние несколько месяцев в Харькове и Одессе. А вот ждать ли их в других городах? Эксперты ведь говорят о такой опасности. Есть и еще один фронт. Экономический, где не меньше проблем. А вот что происходит с гривней? И правда ли, что за границей нам поможет, как обещали в Давосе? Это главные темы. Начинаем. Итак, самая болезненная потеря за эту неделю Донецкий аэропорт. До сих пор непонятны обстоятельства, как это произошло. Версии? Версии весьма разные. От того, что украинские войска его сдали до заявлений, что, мол, там же и оборонять было нечего. Это теперь уже просто участок земли, который хорошо простреливается. Борьба за Донецкий аэропорт длилась 242 дня. Вот только задумайтесь. 242. С 26 мая по 22 января. Вот так аэропорт выглядел после недавней реконструкции. Он обошелся государству почти в миллиард долларов. Первоначальную смету увеличили в три раза. До 20-х чисел мая, когда конфликт был уже в разгаре, он еще принимал рейсы. А вот 26-го числа отметился предатель. Сотрудник Донецкого СБУ, он впустил боевиков на территорию. Этот человек задержан. Украинский спецназ выбил боевиков. И вот с того самого времени наши ребята и удерживали аэропорт. Гляньте, как он выглядел летом. Борьба тогда немного утихла. Здание еще не так серьезно повредили в боях. И даже обсуждалось, что аэропорт может возобновить работу. Ну а дальше. Дальше сентябрь. Самая жесткая фаза противостояния. Именно тогда украинских защитников и прозвали киборгами. Они держали позиции в нечеловеческих условиях. Под постоянными обстрелами на крышах, подвалах, на отдельных этажах. Боевики не раз объявляли о взятии аэропорта. Но каждый раз, каждый раз это было неправдой. Борьба закончилась, когда стены здания рухнули. Часть киборгов погибла, часть оказалась в плену. Посмотрите вот на эти кадры. Вот что сейчас осталось от терминала. Здание сейчас выглядит именно так. Ну и чтобы разобраться, а что было на самом деле у нас в студии. Гости, проходите, пожалуйста. Это один из тех, кто защищал аэропорт. Кого уже по традиции называют киборгами. Андрей. Витаю, дякую, что пришли. Слава Украине. И Георгий Тука, один из самых известных волонтеров. Человек, который отлично информирован и о том, что происходит на фронте. И самое главное, что об этом думают сами солдаты. Добрый вечер. Слава Украине. Вот так вот становитесь рядышком, вам будет удобнее. Нет, нет, вот так чуть-чуть. Спасибо. Давайте вместе объясним нашим зрителям, а вот почему так получилось, что бойовики все-таки сейчас отвоевали аэропорт? Вот что произошло? Это украинские силы отступили наших выбилей. Мы приняли решение отступать. Насправдя, військовую операцию, если мы собирались отримать ее в самих терминалах долго, нужно было начинать набагато раньше. Но постоянно боялись послать туда больше сил. И постоянно говорили про то, что мы не стреляем, мы не атакуем, мы не заходим, чтобы, не дай Боже, не подумали спостерегачи, что мы проводим активную фазу. И сотню разов обратились к керевнику с тем, что, если мы хотим отримать терминали, то нужно расширить зону обороны. Эти фланговые прорывы нужно было делать еще в жевтні месяце. Відмовляли? Відмовляли. И не запускали туда. Ротация происходила равна кількість на равну кількість. Все говорили, что нужно послать туда еще, принаймні, сотню, полтора сотни. Ничего подобного. 23 сотни забрали, 20 свежих привезли. Все. То есть, увеличения присутствия там не было. Андрей, ваша версия, почему так было? Это недалеко глядность, что это умисел злый? Я думаю, тут в силу того, что мінские домовленості зіграли злий жарт, и в том, что по ним как раз территория терминалу належала не украинской стороне, тут все подводилось до того, чтобы просто его втримовать в том состоянии, в котором он есть. И в результате, в результате, это умисел злый, это, мабуть, таки зрада позицій и интересов державных. Втримовать, но не защищать. Игорь, а как вы думаете, что вы вообще думаете про мінские домовленості? Что-то, безусловно, трагедия, которая происходила в аэропорту, то я на 100% сгоден, что это результат безхребетных действий наших политиков, которые не давали политической договоренности нашим военнослужащим. Что-то, безусловно, мінских договоренностей, с первых дней подписания, у меня очень много вопросов. С кем мы подписывали? Кто от нас подписывал? Кто повновлежал этих людей подписывать? Что вообще мы подписали? И кто, в результате, их поддерживает? Давайте мы разберемся с аэропортом спершу. Вот, смотрите, просто важное вопрос, про что сейчас люди думают. Мы очень много показывали, говорили про аэропорт. У него было военнослужащим стратегическое значение? Или это просто символ того, что мы его отстояем? Андрей? Мне кажется, там не было ни стратегического, ни военнослужащего значения, абсолютно ничего. Мы про это говорили. Это раньше символ, а раньше тот новый элемент сучасной украинской мифотворчости, на который нужно равняться. И эти маяки, они очень важны в нашем суспільстве, особенно сейчас. Потому что эти беспрецедентные как раз подвиги, эти войсковые, эти талановые офицеры, которые проявили себя там, и в штабе оперативного командования, начиная от Майка и комбриги 93-го, 79-го, 95-го бригада, ну, ДУК, правый сектор наш, звісно, до конца и весь этот час единый, который проживает там. Они показали украинцям, перед всеми, и всему світу, про то, что у нас есть воины и у нас есть герои. А как быть с этими заявами боевиков? Они сказали, начебто, если они отвоюют аэропорт, там власную авиацию запустят. Это пропаганда все? Абсолютно. Ну, им ничего не остается, как пропагировать. И плюс, мы говорим про боевиков, которые керуются кинуть. Абсолютно зрозуміло, что таку количество боевиков, которые сипятся на голову каждый день, невозможно иметь на территории так называемой ДНР, ЛНР, кроме как с подвозом Российской Федерации. Плюс офицеры, кадровые офицеры, которые керуют как раз установками ГРАД, другими установками, которые совершают обстрелы, они как раз просто подбурюют это. И эта пропаганда, которая идет, и пропагандистская машина, которая запущена Российской Федерацией, она очень действует. Даже на наших вояков. У меня тут как раз из этого привода один маленький момент. Пять телеканалов местных, которые принимаем мы в Писках. Пять телеканалов. И жодно украинского. Даже радиоукраинского нет. После полчаса переглядного одного из телеканалов мы возвращаемся с жертвами один до одного. Ну что, фашисти, навіщо вы это сделали? И это абсолютно неправда. Особенно это и гостро чувствуется, сидячи там, находясь на передовине. Поэтому пропагандистская машина у них работает. Юрий, а это такой вакуум информационный, он по вселенной фронту? Чи есть какие-то дельяные, где, в принципе, знают правду? Есть возможность украинские канали нас, например, побачить? Нет, есть такие дельяные. Есть, безусловно. Есть, на певдне. Но в тот же час до меня заехали три дня тому наши хлопцы, альфачи. И, певный час, они перебивали в Волновасе, в лекарне. И, ну, честно говоря, они были шокованы, когда они вышли из палаты в холл в холл. Стоит телевизор и на повне гучномовцы телебачения на Боросе. Если такий подсумок подбиваться под тем, как закончится эта история с аэропортом, сколько было втрат за эти 242 дни? Если можно, то мы можем вообще оценить, сколько, ну, хотя бы приблизно, сколько они втратили, сколько, на жаль, мы втратили? У меня такой информации. И, ну, мать, честно говоря, я думаю, что точно информации не мает жодна из старин, потому что были периоды, когда бои точились очень интенсивно. А сейчас, напевно, еще под завалами остается, на жаль, много наших парней, которые, безусловно, брали остальные участие в обороне. Это и 80-й батальон, и 90-й батальон 81-й бригады. Я думаю, точных цифр никто не знает. Давайте мы разберемся, что дальше делать, отвоевывать, на вашу думку, отвоевывать аэропорт назад, или просто закрепиться на тех позициях, где сейчас украинские войска стоят? Я думаю, тут надо смотреться ширше по ведению воинского стану, по позиции, взагалі, проукраинские позиции, и что мы хотим в результате заявить свиту и своему народу, зокрема. А тут уже волевое политическое решение. Что мы будем делать? Чи мы уже змовились и отдаемо территории, и делаем зону замороженного конфликта, по прикладу Абхазии, Приднестровья и других уже известных прикладов, которые створила Российская Федерація, чим мы таки стаем на рейке вітчизняной войны, проводим национально визвольную борьбу, відвоевываем свои межи, включно с Кримом. И тогда всем будет четко понимать наша позиция, что мы делаем. И тогда можно говорить про активную фазу мобилизации, люди снова потягнутся, как в час зелених человечек у Криму, у воинкомата, и тогда можно говорить как раз про становление и экономики, потому что завжди война спонукает подъем экономику, когда идут государственные замовления, когда начинается работа. И, согласно войсковая, тогда можно жестко ставить вопросы стосовно коррупции, коррупционеров и люстрации. Мне кажется, сейчас у нас корреспондент появился на связи, мы поговорим, узнаем, что на фронте происходит, и возвращаем их к вам. Сейчас у наших корреспондентов узнаем, как прошел день на фронте, вот только что появилась связь, буквально везде, от севера Луганской области до Мариуполя, этот город только-только приходит в себя после вчерашнего теракта, и вот сегодня о Мариуполе, о вчерашнем обстреле боевиками этого города говорил и президент Порошенко. Весь свит сегодня из Украины. Мы зло стосотково мое быть покараны. Мы наголошуем, что без неспростов доказа, которые наданы украинскими спецслужбами и силовыми структурами, должны иметь результаты притягивания до ответственности организаторов и виконавцев и вызначения так званых ДНР и ЛНР террористичными организациями. Но еще одна новость. Сегодня же президент провел заседание Совета национальной безопасности и обороны. Одно из решений это поручение к обмину начать процедуру обращения в ГААКский трибунал по преступлениям против человечности, которые совершили боевики на Донбассе. Напомню, вчера боевики из Градов обстреляли один из районов Мариуполя. Погибли 30 человек, почти 100 ранены. во дворах все это видел наш корреспондент Александр Пантелеймонов. Он сейчас с нами на связи. Саш, а сейчас какая ситуация? Да, студия, вот начну с последних данных о жертвах вчерашней катастрофы. Сегодня на месте события побывал губернатор Донецкой области Александр Кихтенко и количество пострадавших постоянно растет и вот последние данные. 10, 14, 30, людей убыто, 95 поранено, из них 17 находятся тяжком устали. До завтрашнего дня жителям микрорайона Восточный обещают дать тепло и свет и вот хочу сказать, что вчера в ходе этого массированного обстрела было разрушено большинство коммуникаций и сейчас городские службы работают в экстренном режиме. Электронерия была подана в пол первой ночи на наши объекты, что позволило нам дать освещение, дать электричество жителям микрорайона, а также запитать главную котельную Восточную, которая сейчас раскручивается и в течение суток объем работы огромный, будет подано тепло ко всем жителям во всей квартире. И люди вот буквально только начали приходить в себя от пережитого шока и им еще действительно очень тяжело вспоминать и говорить о происходившем. Зарядки я не понял, быстро машину выгнал, с полом она, это перебитая ногой, поехал до внучки, а я как был здесь, приехал сюда, ноги, нога у меня это самое настрой спрошита, осколок, там, раздроблено, пятка, ну, без пятки остался, да и все. Начали сложиться снаряды, значит, и вдруг удар такой по ноге, я упал, ну, лежал, я думал, просто кусок земли, потом подниматься не могу, лежу, она вот так болтается, и я вот на карачках на четырех костях пополз, ну, хорошо ехал военный кранц, ребята ехали, что такое, я говорю, вот, они меня подобрали и привезли прямо в больницу, если бы не они, я бы то полз, долго еще полз. Вот сейчас весь медперсонал больниц Мариуполя работает в усиленном режиме, помогают им и волонтеры, и медики говорят, что состояние большинства пострадавших уже стабилизировалось, но ранения в большинстве своем очень тяжелые, и на восстановление, скорее всего, уйдет немало времени. Повреждения самые разные, очень обширно окровавленные раны, вот, поэтому больные все сегодня перестилались, и делались перевязки, все менялось, все оказывалось помощь, угрозы жизни нет, все больные находятся в палатах. Ну вот, как нам сегодня удалось выяснить, к сожалению, не все, особенно испытывают проблемы те, у кого травмы неочевидны, вот нам на выходе из больницы удалось встретить мать с сыном, в их дом попал снаряд града, и ребенка их сильно довольно-таки изранило, и контузило, и вот сегодня им пришлось обойти буквально почти все поликлиники Мариуполя. Все жалуются, ухо не слышат, весь побитый, болит нога, приехали в больницу, нас отправляют у нейрохирургия в пятый, травматология в третий, по всему городу тягает ребенка. Я ночью, например, вообще не мог уснуть. Мне постоянно снились кошмары. Но и сегодня, как и вчера, весь Мариуполь скорбит по погибшим, в церквях проводят службы, собирается много людей. Я сама из Донецка, поэтому мне очень близко и знакомо горе, которое сегодня, вчера, которое испытывает Мариуполь, потому что Мариуполь в Донецке вы тоже знаете, что логичные попадания были погибших очень много, и я же очень это все больно. Выражаем соболезнования всем моих близких, всем родным, в такую тяжелую минуту. Я думаю, что мы все должны молить Господа Бога только о мире. Также хочу отметить, что в самом микрорайоне Восточный развернут сейчас штаб помощи пострадавшим в этой трагедии, и на месте работают и волонтеры, и городские службы, предоставляют и материальную, и психологическую помощь, и вот так же там на месте могут обогреться и поесть те, кто остался без крыши над головой. Студия. Спасибо, Александр Пантелеймонов, в Мариуполе, и давайте еще одного корреспондента, вот прямо сейчас вызовем на связь, у нас в Донецкой области Вениамин Трубачев. Чем на фронте эта неделя заканчивается? Да, Дмитрий, за прошедшую неделю ситуация на фронте значительно усложнилась, теперь в Минобороны даже открыто говорят, что на восток страны были переброшены новые подразделения из России, появились даже вот такие сообщения, что в Украине, возможно, введут военное положение, однако, этого не случилось. В целом, вот боевики сейчас увеличили сильную интенсивность и плотность огня по всем направлениям. Сейчас вот здесь чаще даже бойцы говорят не об антитеррористической операции, а о полномасштабной войне. Вот боевики самопровозглашенных республик пытались перейти в наступление. Вот информация за последние сутки. Сейчас серьезные бои идут в станицах Луганской. Счастье, там из-за обстрелов город остался без тепла, а также интенсивные обстрелы были вблизи Крымского. Не прекращаются также боевые действия в районе Дебальцево. Боевики не скрывают, что пытаются взять украинские силы в кольцо и создать такой Дебальцевский котел подобие Иловайскому. Вот на карте надеюсь видно, что территории подконтрольные террористам находятся с трех сторон, но украинские силовики на этом направлении сейчас удерживают ранее занятые позиции. Также сложная ситуация в районе Донецкого аэропорта и поселка Пески. Там тоже есть вероятность окружения. Сейчас там идут также бои, они не прекращаются. Также террористы атакуют и Мариуполь и ближайшие населенные пункты. И вот на ситуации как раз в районе Дебальцево я остановлюсь подробнее. Сегодня я там работал. Этот город находится приблизительно посредине между Луганском и Донецком. Имеет без преувеличения стратегическое значение для боевиков. Это крупный железнодорожный узел. И вот могу засвидетельствовать, что боевые действия там ведут круглосуточно сейчас. Ситуация заострена. Уже протягом кількох днів трех четырех днів продолжаются активные обстрелы со стороны боевиків с использованием реактивных систем залпового огня. В том числе реактивных систем типу ГАН. Вот из-за постоянных обстрелов люди массово бегут из города. Те, кому некуда уехать, прячутся в подвалах разрушенных домов. В городе уже несколько дней нет электричества и тепла. Также перестали завозить сейчас в последние дни продукты и воду. Украина. Мы украинцы. Что вы нас оставили? Мы здесь. Мы здесь. Никто ничего не работает. Ни больницы, ничего. Милиция одна работает. И больше ничего, никакие госучреждения не работают. Ну, а вот среди военных и добровольцев таких вот упаднических настроений нет. Украинская артиллерия стреляет в ответ по позициям боевиков. Защитные сооружения и опорные пункты укрепляются и бойцы говорят, что отступать ни в коем случае не собираются и не намерены. Захарченко пообещал, что он за три дня Дебальцева возьмет, но уже стоим пять. Удачи ему в невегком труде. И вот добавлю, что сегодня лично я провел в Дебальцево несколько часов, там действительно слышна постоянная канонада, причем определить направление стрельбы очень сложно, скорее всего действительно стреляют с трех сторон, то есть огонь ведется с трех сторон, с разных сторон. Дмитрий, это вот последние новости с фронта. Вениамин, спасибо большое за работу, спасибо за твое включение. Вениамин Трубачов у нас в Годонецкой області работает. Бачите, какие новини с фронта. Я хотел поговорить с вами, ну, про что люди думают, а тиждень, который начинается буквально уже через несколько годин, каким он будет? Как, по-вашему, он будет настолько важным, или, как, по-вашему, как, по-вашему, как, по-вашему, наступальну операцию. Все. Не может быть мир, про что мы домовляемся, про свою землю. Вы слышите, про что говорят люди? Куда вы нас залишили? Мы же украинцы, почему ничего не работают? Давайте подбаемо про это. Давайте згадаемо больше, чем пів года уже, как все началось, как небольшая кубка российских митинговщиков выходила, которые разговаривали проукраинские митинги. Вы посмотрите, куба автомобилей, даже в Киеве, я это сейчас проехал, с донецкими, луганскими номерами, люди потекали звезды. И я не могу засудить их, сказать, что же вы таки втекли и не защищаете свою батьковщину. Правильно, потому что держава бере на себе функцию дбать про это. И гарант Конституции про это говорит, мы вас будем защищать. Так давайте защищать своих же людей, которые очень на нас сподеваются. Георгий, скажите мне, а ваш прогноз относительно на фронте и главное, вы как волонтер, как человек, которая много помогает нашим хлопцам, как никто знает, есть еще проблемы, насколько они забезпечены, сейчас там новый призов, сейчас новые хлопцы прийдут, снова проблемы? Проблемы, как были, на жаль, они так и есть. Мне больше за все, не только меня, вообще, это и волонтеров, и, в первую чергу войсковых интересует одно, мы все понимаем, что все эти поддии, они стали достаточно случайно, скажем так, зненадзко, и никто не был до этого готов. Ани общество, ани промышленность, ани армия, на жаль. Но уже прошел достаточно долгий час, и, на жаль, мы не видим никаких изменений. И это сейчас турбует, мабуть, большинство тех, кто безусловно долучен к антитеррористической операции. Змин не происходит. Системных изменений великих? так. Тому, ну, как волонтеры, как помогали, так и мы будем безусловно допомагать всем нашим подразделам, и тем, кто сейчас принимает участь в боевых действиях, и новоприбулим подразделам, и тем хлопцам, которые, на жаль, потрапили в шпитал, мы никого не покинем. Но я согласен с Андреем, не можно быть немного вагой. В конце мы должны понять, что мы хотим достигнуть. У нас сегодня будут еще войсковы, будем с ними говорить. Спасибо, что были у нас в студии. Спасибо, что хлопцы допустим. Спасибо, Андрей. Слава, Натя. Продолжаем. Во время последнего боя за аэропорт наш собственный корреспондент Роман Бачкала находился в эпицентре событий в поселке Песке. И там Роман получил контузию и легкие осколочные ранения. Он нашел себе силы, он сумел передать нам свой репортаж, несмотря на ранения и проблемы со связью. Вот эксклюзивные кадры прямо сейчас. Мы только что миновали Карловку, это был крайний блокпост, дальше прямая дорога к Пескам, едем глухой ночью, путь небезопасный, работают грады, артиллерия, но дай бог проскочим. Вот это вот мы приехали в город Солнце. Здесь когда-то были министерские дачи под Донецком, а уже в наше время это были дома богатых жителей Донецка, в том числе и сына Януковича. Сейчас это опорный пункт украинских добровольцев. Большую часть времени в Песках доводится проводить в подвальных помещениях, потому что обстрелы не прекращаются. Если раньше звуки разрывов были слышны в основном ночью, то сейчас и утром, и днем, и вечером какой-то тотальный обстрел происходит. Сейчас мы отправляемся к нашим соседям. В соседнем доме также живут украинские добровольцы. Правильно я говорю? Кто там находится? Хата Барса. Хата Барса. Идем в хату Барса. Двигаться тут вот мы и на месте. Добежали. И это здорово. Мама, привет. Я в Песках. Все хорошо. Это Барс. Там отверстие. Никто пески не брал. Мы уже отжали в них жабичи. Отжали веселые так само с 93-ю. Как вы сами видите, что правый сектор 93-я тут находится. И 79-я, и ООН тут находится. И Карпатская Сич так само с нами хлопцы. Все спорно працюем нормально. Дякую речи Богу. Тримаем оборону. Это град? Да. Пристрелка. Нужно очень быстро постараться проскочить и секунды промедления. О, какая умница. Молодец. Он хороший. Хороший такой. Он у нас мировой нас. Чем бьют? Мины? Мины. Именно там, где должен был быть. Я как чувствовал. Полетел. Как жабка попрыгала. Видишь? Куда стрелял? По фермам. Там где лазер. Развеска туда частенько выходит и перекатывается танчик. Мы сейчас поднимемся на этот мост вместе со снайпером и снайпер немного поработает. Пробиваем дежурные места. Видимость плохая. Приходится работать без визуального контакта. Но наличие стопроцентное противника. Выстрел. Огонь! О, 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 Сука! Вот это черт! Красава! Ответка! По нам, по нам, по нам. О, вот слева от нас в 700 метрах так называемая позиция неба. Небо обстреливают регулярно. Конкретно с танкой и минометом. Сегодня после того, как корректировщика погоняли, начался массированный минометный обстрел. Небо вверху линии. На звездку небо? Я уже хоть бачок пи*** по нам, чуешь? Сграда, б***ь, снаряд, сука. Сграда? Не, не, это не нас просто оглушит, чтобы все дома разрушить. Ну, сами видите, по фотографии все полностью. Да, полтора месяца назад, когда я был крайний раз в Песках, вот эти все здания, они выглядели совершенно иначе. Вот эти все дома, они были целыми, а сейчас мы видим, одни развалены. Вот за три последних дня 18 домов. Разрушено. Да. Если раньше украинские защитники Песок получали с двух сторон, то сейчас бывают ситуации, когда враг заходит в тыл, и наши ребята оказываются под перекрестным огнем. Верно? Да. Мы воюем и стоим и будем защищать. Примет жене. Привет всем ребятам 90-ти механизм бригады. Мама, привет. Привет, оба, привет. Мама, не беспокойся, я скоро приеду. И появилась информация о том, что Украина попросила о созыве срочного заседания комиссии Украина-НАТО для обсуждения обстрела Мариуполя. Ожидается, что это заседание состоится уже завтра, 26 января, и в этот же день, в понедельник, в Брюсселе должно состояться заседание министров иностранных дел стран-членов ЕС. Также будет внеочередное заседание Верховной Рады, оно будет уже во вторник. Давайте прямо сейчас еще раз вызовем на связь Мариуполь. Я хотел бы узнать все-таки о той стратегии. Вот наши гости много говорили У нас Виктор Шедлюк, заместитель руководителя сектора М из Мариуполя прямо сейчас на прямой связи. Виктор, вечер добрый, вы нас слышите? Так, я вас слышу. Скажите, пожалуйста, мы сегодня говорили с гостями, мне важно почути вашу думку как воинского. Какая на этот момент есть стратегия украинских воинских? Виктор Шедлюк, чем мы будем поддерживать позиции, что мы будем отступать, что мы будем наоборот пытаться отступать те объекты, которые оставили, в частности, эти территории, которые боевики из лета контролируют. Какая сейчас стратегия? Мы сейчас держим оборону по северным околицам Мариуполя. И полоса достаточно широка. Мы готовы к этой обороне. То, что мы не отступим и не пропустим противника ни на крок назад, это однозначно. И это сегодня мы были с бойцами в окопах, разговаривали, они даже и такой думки не пропускают. А что касается наступа, мы тоже готовы, если наше руководство даст нам команду, мы будем наступать и позволять свою землю. Насколько серьезная загроза Мариуполя? Чи могут быть напады боевиков? Чи могут они пойти на штурм города? Чи вы готовы к будущим обстрелям? Конечно, мы готовы, мы готовы. Загроза остается всегда. Противник у нас очень серьезный. Вы знаете, откуда ему надходят допомоги, но мы до этого готовы. Нам отступать никуда. У нас всюди наша земля украинская, мы ее будем отступать до останнего ворога. Дякую, еще проеднулся до нас. Виктор Шедлюк, заместитель руководителя сектора М из Мариуполя, из горячей точки на украинской карте. У нас гость подъехал, проходите пожалуйста в студию. Владимир Рубан, Центр освобождения пленных, человек, который многим ребятам помог оказаться дома, быть на свободе. Здравствуйте, спасибо большое, что подъехали. Скажите, вот сколько наших ребят оказались в плену за вот эти последние недели, за недели обострения на фронте? Известно и подтверждено, что в плену сейчас около 30 человек, 20, два десятка, это из района аэропорта и 11 человек, это из района Красного Партизана, из 20 батальона. Есть те, кого еще не успели обменять до Рождества? Вот все наши зрители, мы говорили об этом в программе, об этом было в прессе, все помнят об обещании, что ребята будут на свободе до Рождества. Есть те, кого не смогли поменять? Нет, у нас еще Рождество не закончилось, судя по тому, как обмен не состоялся до конца. Сколько еще в плену? Много и цифры меняются постоянно. У нас сложность с тем, что мы не можем сейчас после последних боев идентифицировать пропавших без вести. они либо под завалами, либо в плену, и там цифра гораздо выше, чем я называл. У меня очень важный вопрос. Вот мы всю эту неделю, мы в начале этой программы говорим о Донецком аэропорте, наши ребята, которые его защищали, киборги. Есть шанс, есть, может быть, какие-то предварительные договоренности, что их все-таки освободят, или они тоже будут в плену? Те, кого вот этим страшным парадом пленных проводили? Они будут освобождены. Необходимо предупредить родителей, которые неправильно истолковали слова главы ДНР Захарченко, Александра, о том, что все будут отданы, если родители приедут за ними. Речь шла о первых троих, которых Захарченко уже передал. Они не были киборгами, мы видели это видео, Захарченко вместе с ними выступал, он передал их офицеру украинской армии вместе с флагом правого сектора. Все остальные будут обменены, но по списку, который предоставит донецкая сторона и принципиально обменены будут на ополченство. А можно как-то понять, когда это случится? Есть какие-то представления сроков? Это будет в ближайшее время. Конкретно сказать в связи с событиями в Волновахе, с троллейбусом, с Мариуполем конкретно назвать дату нереально. Владимир, а есть какая-то информация, вы, например, знаете, как обращаются с ребятами? Потому что многие боевики их, абсолютно оправданно, чуть ли не личными врагами считают. Все ли с ними в порядке? Как с ними обращаются? Война уже зашла в ту стадию, когда навоевались, и люди понимают, когда солдаты наелись запаха крови и поняли смысл войны. Они относятся к ним как к военнопленным. У них четко статус военнопленных. Их не избивают, к ним не применяют физическое насилие, им оказывают медицинскую помощь. Я знаю, что проведены сложные операции по ампутации конечностей на сегодняшний день донецкими врачами. и сейчас за ними ухаживают и готовят к обмену, но этот обмен будет не всех на всех. Дай Бог, чтобы он был поскорее. Скажите, вот заявление лидера так называемой ДНР о том, что боевики больше не будут наших ребят брать в плен. Это серьезно или это просто бравада? Потому что есть заявление, но есть действия, которые свидетельствуют абсолютно об обратном. Это эмоциональное заявление. Я уже могу сказать, что с мая месяца знаком с Александром Захарченко. Он очень близко переживает эмоционально выдает то, что гибель мирных жителей. Он четко поправил себя чуть позже и сказал, мы будем менять, потому что на нашей стороне здесь в Украине те ополченцы, которых бы он хотел вернуть назад. Они будут менять, не будут убивать тех, которых можно взять в плен. Есть такая договоренность. Не будут менять двухсотых, их будут отдавать. Но на сегодняшний день есть сложность с теми бойцами, которые попали под завалы аэропорта в воскресенье. Дело в том, что завалы образовались в результате мощного взрыва. Это 400 килограмм тротила. И кроме того, там растяжки и на каждом углу. В первый день, как мне сказала донецкая сторона, они сняли более 50 растяжек. А сейчас саперу сложно заниматься. под завалами еще могут быть живые? Или к сожалению ребята погибшие все? С воскресенья 6 дней на опыт показывают до 22 дней люди выживают под завалами. Есть шанс, что многие в нишах остаются живыми и у них или нет телефона, или сели аккумуляторы, но необходимо прекратить обстрел аэропорта. Это первое условие, по которому будут разбираться завалы и доставаться тела погибших или будем надеяться еще живых. Спасибо огромное. У меня последний вопрос тогда. А вот ваш прогноз, как будут дальше развиваться события? Чего ждать? Если не будет введено военное положение, не будет Украины. Я не нов в этом прогнозе. Если миллиардеры боятся потерять свое имущество при введении военного положения, они потеряют имущество и страну. Спасибо огромное, что были в студии, и спасибо, что ребятам помогаете. Спасибо. До свидания. Продолжим. Вообще, за время боевых действий, с начала весны прошлого года, в Украине уже больше полутора миллионов беженцев. Государство помогает, но, как оказалось, помогает далеко не всем. Елена механик видела, как простые люди взяли на себя эту государственную работу. Мы пролежали где-то сутки и предупредили, что нам нужно срочно удалиться из клиники, потому как якобы здесь будет размещаться раненая ДНР. Эвакуирована была практически вся клиника, кроме моего одного ребенка, он лежал под капельницей, нельзя было просто выключать его. У ребенка диагноз гепатобостола печени, то есть это рак у ребенка. Ну, после этого я позвонил в Киев и сказал, что такая ситуация, они сказали, чтобы срочно приезжали к ним. Начинал я лично сам с Фейсбука, то есть создал группу, которая группа помощи Чигаревой Маши. Мы давали счеты клиники Сантлюк в Брюсселе и туда шли деньги все. Наши соотечественники очень много прислали. Очень многие западным Украинам помогали. Закарпатья и Львов и Черновцы и вообще они знали, что мы из Донецка и за три недели мы собрали 120 тысяч евро. Сейчас моя жена находится в клинике с ребенком. Дай Бог, что будет все хорошо, будет надеяться. А здесь именно корр для того, чтобы для переселенцев, люди, которые с Востока, Луканская область, Донецкая область, у кого многодетная семья. Сейчас мы живем в одной комнате, конечно, очень тесно, понятное дело, когда человек в одной комнате прожить. Ну, тем не менее, вот это на мне за все не мое. То есть мне тоже предоставили, очень много детям дали одежды различные. Внимание всегда есть, всегда есть, всегда звонят, спрашивают, какая необходимость, там, что, как. Вот это все наше семейство собрались для того, чтобы сфотографироваться для бабушки. Бабушка попросила. Уже внуков не видела почти 9 месяцев. Бабушка в Донецке живет. Ехала домой за зимними вещами, и в Днепропетровск не ходят автобусы на Луганск, поэтому я решила ехать через Харьков. И не доехала. В ДТП нас занесло на дороге, автобус привернулся. Компрессионный перелом пятипозвоночников, два из них рассыпались. Ну, очень много неравнодушных людей. Условия в больнице не всегда удается покушать домашнюю еду, но этого очень хочется, поэтому тут и супчики носят, и борщики носят. Самое неожиданное, наверное, было, когда меня привезли с реанимации и принес курьер розы. Просто мне вообще неизвестного человека. Просто не знакомые люди приходят, приедут. Мы нуждались там, было холодно, очень принесли теплообогреватель, постельное принесли, больше перечисляют деньги на карточку, потому что на очень большие деньги на вторую операцию. Не ожидала, что столько людей отзовутся, придут на помощь. Света была беременная, был уже пятый месяц. Вот, и мы не стали ожидать, что было бомбить и по нашему району. Мы сели в поезд, вообще понятия не имеем, куда едем. Две трясунки там, по-моему, у нас было, что-то такое, летние вещи, шоков и булки. Мы поехали в Киев и оказались мы в церкви Мануи. И там мы прожили четыре месяца. Потом уже октябрь, начало ноября, похолодало, и вот добрая женщина Таня, она нас сама нашла, позвонила и предложила нам вот это жилье. У нас как бы есть свободная комната и свободная часть жилья, поэтому мы решили принять переселенцев, ну и решили помочь семье, которая особо в этом нуждается. Вот, и увидели в фейсбуке эту семью, и мы поняли, что там действительно безвыходная ситуация, они жили в ангаре, в Киеве, им некуда было на зиму деваться, и просто вот мы решили принять эту семью. А как вы нашли где рожать, куда бежать? У нас соседка подсказала, наша хозяйка, соседка, она показала где больница, она отвезла меня дальше, показала где это находится. Не ожидали, что будут так хорошо помогать. Ну, узнали, что из зоны отверт, и вы так натерпелись. Таня сказала, живите сколько надо. Так, это мы с ней еще тогда обговаривали эту ситуацию, там, ну и сколько мы можем здесь жить. Она говорит, живите сколько надо. Ну, вот пока живем сколько надо. А дальше что будет, я не знаю, когда надо закончиться. Ну, вы знаете, как говорится, в гости засиделись, если хозяева не на часе, а на календарь поглядывают. Так что мы будем ждать, пока хозяева на календарь будут поглядывать, уже надо будет куда-то собираться, а куда, понятия не имеем. Так что такая вот ситуация. В Донецк возвращаться не будем. Ну, по крайней мере, не хотим. И смысла не туда возвращаться. Надя Савченко продолжает голодовку. Что с ней сейчас и что будет дальше? Узнаем от ее сестры и от Юлии Тимошенко ровно через 7 минут. Ну, а еще после рекламы поговорим вот о чем. Надежда для Надежды завтра летчица Савченко получает дипломатическую неприкосновенность. Окажется ли она на свободе? Бытовой терроризм. Кто и зачем взрывает страну? Запуганным человеком легче манипулировать. На авось в Довосе не вышло. Россия, конечно, находится в тяжелой ситуации. Все самое худшее еще впереди. Я крайне возмущена. Почем доллары для народа? Кто и куда держит курс? Рыбожание Национальный банк Украины может навести порядок с валютчиками за тиждень-два. Все, о чем говорят и спорят сразу после короткой рекламы. Продолжение следует... 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 На четвертый год ей поставили условие. Вот хочешь учиться, отслужи в армии хотя бы год. Пошла, пошла по контракту. Но взяли только радисткой. Надя просилась в десантные войска. И получила ответ. Ну, просто чтобы отделаться. Покажи себя, пробеги 15 километров по снегу с тяжеленным рюкзаком за плечами. Выдержала, пробежала. Приняли в аэромобильный батальон. Полгода служила в Ираке, отказываясь от любых поблажек. И там к ней на полном серьезе даже принт сватался. Отказала. Вернувшись, снова подала документы в Харьковский вуз. И снова отказ. Опустить руки не дождетесь. Два месяца Надя ждала приема у министра обороны. Встретилась, убедила. И затем служила во Львовской области. На фронт пошла добровольцем. 18 июня во время боев у поселка Металлист под Луганском попала в плен с террористом. И только через три недели стало известно, что Надя на территории России в Воронежском СИЗО. Ее обвиняют в убийстве российских журналистов. Хотя понятно, что обвинения абсурдные. И вот сейчас Надя голодает. Голодает уже 44 дня. Страшно похудела. Так что счет идет уже не на недели или месяцы. Счет идет на дни. Гостью у нас в студии Вера, сестра Нади. Вы что добрые? Дякую за что пришли. И Юлия Владимировна Тимошенко, человек, который многое делает и все сейчас будет делать, для того, чтобы Надя оказалась на свободе. Спасибо большое, что пришли в студию. Дякую. Вера, мы наслышаны о голодовке. Много об этом пишут. Пишут, что похудела очень Надя. Какая последняя информация? Состояние здоровья. Как она себя чувствует? Ну, стан здоровья, перше, это духовное здоровье. Я хотела расставить все крапки на ди, у кого еще есть какие-то сумнения, какие-то питания. Надя голодает. Это не какая-то форма тиска на жальность, або намагание социализирует. Это Надя боится. И это единая доступная форма. Да мы переконялись, сейчас просто биографию почули. Знаете, мало кто знает, знаю тю историю, но мало кто знает тю подробицы, я просто тоже много, что впервые прочитал. Она боится, это видно. Ну, и вот, и сейчас, таки, как она, оборонять Украину. И она не прекращает свою борьбу. В первую очередь, она борется за Украину, оборонить ее в таком способе. Это протест против агрессии России в Украине, что сейчас влаштовывает нам наш, так называемый брат. А другая, это форма протеста, утримания под вартою, когда там залезные алиби, залезные доказы непохитные, непричатности к этой справе, которые там щодня российский комитет Российской Федерации выгадывает еще какие-то новые доказы. Поэтому это вот такая борьба. Поэтому дух у ней чуть не на грам не сломаный, настрой на высоте, но стан тела, ну вот, мягко, скажу, что жахливый, я не перебольшу. Потому что ей стала вага, завжди была 75-78 кг, взрослый у ней 72-3 кг, а сейчас она весит 60 кг, но за рахунок того, что такое голодование, стан шкиры жахливый. Там холодная вода только, поэтому очень незадовольный. Понимаю. Юлия Володимировна, завтра Надя має отримати цей дипломатичный иммунитет. Насколько это поможет? На что мы сподіваемся и, в принципе, какие сподівания, что дальше будет? Ну, начну с того, что в Украине сегодня есть массовый героизм украинцев, которые оборонят Украину на всех фронтах. И надо отдать належное тем людям, которые сейчас, когда мы в студии, в окопах, в холоде, под обстрелами, в загрузке своему життю, они оборонят нас. И сегодня, в том числе, скарбота по тем, кто загинул, по невинным людям, по детям. Это страшные вещи, которые происходят. И Надя один из этих легендарных героев. Наш план по ее извольнению был очень четкий. Сделать Надю народным депутатом Украины. После этого она получает право стать полноправным членом парламентской ассамблеи Ради Европы. И получать полный дипломатичный иммунитет. А он предъявленный Угодой про иммунитет Ради Европы. До речи, Российская Федерация ратифікувала эту Угоду про иммунитет Ради Европы еще в 1996 году. И 15 статя прямо говорит, что все, кто стает членом парламентской ассамблеи Ради Европы, они не могут быть зарештованы, не могут держаться под вартою. И частина без статей 15 прямо говорит, что они мусят быть звольнені и отпущені на парламентскую ассамблею Ради Европы. Завтра начинает працювать эта сессия. Это международный документ, он имеет обязательный характер. Это не добра воля. Это как международное законодательство, так и внутреннее российское законодательство, которое Россия мусить выполнять, потому что они ратифікували эту Угоду. И они обязаны ее следовать. И завтра будет тест. Тест. Черговый. Можливо, безнадийный, но черговый для Путіна. Він каждый раз говорит, что он не порушает международных законов. Він каждый раз говорит, что он дотримается международного права. И он законослухняный громадянин, а Россия законослухняный учасник ПАРЕ и Организации Объединенных Наций. Но завтра они мусили звольнити Надю. И это и была наша надея на ее звольнение. Звернулся президент ПАРН напрямую до Володимира Путіна и до Наришкина. Но, на жаль, сегодня на официальный запись ПАРН Наришкин ответил, что они не планируют звольняти Надю, порушивая черговую норму международного и своего российского законодательства. Він говорит, что вона мусить пройти суд, знаючи, что вона ни в чому не винна. Навіть делегацію Европарламенту, которая хотела сегодня прорваться в Россию, для того, чтобы требовать выполнение резолюции Европарламенту, в том числе по Надежде, не дали визы, не пустили на территорию Россию. Это говорит о том, что, по сути, идет массовая атака на весь мир. И в Украине мы сегодня держим фронт за весь мир, не только за Европу. Мы держим фронт всеми украинскими силами. А какие сейчас важные впливы? Мы видим, как Москва на Минскую угоду реагирует. Какие важные впливы для того, чтобы Надю отпустили? Для того, чтобы завтра, когда она получает этот дипломатический иммунитет, просто выполнили эту угоду, которую вы принесли в студию? Сегодня не можно разделять надею и войну, которая ведется против Украины. Война, которая порушила все международные нормы. Надея – это часть этой войны, потому что на территории России Путин пытается надею, как символ Украины, практически закатывать. Показать, что она винна в устье. И что она как бы то уничтожила жизнь людей. Надея – это бойец, это войсковая людина. Вона обязана защитить свою собственную землю. И поэтому не можно разделять этот процесс. Путин, Россия раздоптали все международное право. И я гаряче поддерживаю сегодняшнее решение РНВО, чтобы вернуться к ГАКСКО-Трибуналу, к ГАКСКО-Международному суду, чтобы остановить эту агрессию и притягнуть до полноценной криминальной ответственности всех, кто сегодня уничтожить украинскую территорию, украинский народ, украинскую землю. Агрессор мусить быть покаран. Мне только шкода, что столько времени у Пущина. Понимаете? Потому что мы, как Украина, когда началась эта агрессия, мы должны ликвидировать в зародку эту агрессию. Мы должны остановить это тогда, когда это были еще только паростки. А не верить на мирные инициативы Путина. Я с удовольствием с вами поговорю. У нас сейчас просто есть корреспондент с фронта. Он щойно появился. Очень нестойкий связок. Мы слышим, что там на фронте. И я действительно хотел с вами не только про надежду, но и про войну поговорить. У нас Роман Бочкала появился только что на связи. Рома, скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь? Ну, вот эта информация, мы не слышали еще в фейсбуке о контузии, о ранении. Все в порядке? Ну, настолько, насколько может быть в порядке. Дим, привет, да. Ну, более-менее спасибо. После части моя контузия оказалась легкой. Поэтому после пару дней в госпитале я вернулся к работе. И сейчас, как видите, в строю. Какая ситуация? Какие последние новости? Что ты можешь нам сообщить? Дим, ну, ситуация на фронте остается напряженной. Я бы разделил ситуацию на Донецкое и Луганское направления. Что касается Донецкой области, то самые напряженные участки сейчас это Мариуполь, Донецкий аэропорт Дебальцево. По Мариуполю, к счастью, сегодня ситуация была спокойная. Днем город не обстреливался. Ну, конечно, безусловно, произошедшее вчера это один из самых ужасных фактов агрессии боевиков и российских оккупантов по отношению к украинскому народу. Но нельзя не сказать и о другом. Боевикам позволили подвезти орудия на расстояние выстрела к жилым кварталам. И этому не воспрепятствовала ни первая, ни вторая, ни третья линия обороны Мариуполя. И, к сожалению, конечно, это факт. И это не может не волновать. И давайте зададим вопрос, сколько еще таких участков в Мариуполе и в других населенных пунктах, которые вот сейчас оказались на линии огня. Что касается Донецкого аэропорта, то там продолжаются бои. Они сосредоточены в районе населенного пункта Спартак. Фактически там сейчас проходит спецоперация. Она достаточно закрыта. Режим секретности. Информация докладывается напрямую. В Генеральный штаб иногда даже минуя штаб АТО. Поэтому, что говорить о нас, журналистах, мы, к сожалению, знаем далеко не все. По поводу Песок. Вы видели, какова там ситуация в нашем репортаже. Пески сейчас это фактически передний край. Не будем останавливаться на Песках. Ну, а по поводу Дебальцева. Мой коллега Вениамин Трубачев уже ситуацию рассказал. От себя добавлю, что действительно боевиков этот населенный пункт интересует прежде всего как крупный железнодорожный узел, который необходим тем горнодобывающим и металлургическим предприятиям, оказавшимся на ныне оккупированной территории. Вот по данным нашей разведки, всю прошедшую неделю боевики накапливали живую силу, бронетехнику в районе Янакиева. Пытались осуществить прорыв. Также они пытались прорвать линию обороны украинских военных в районе населенного пункта Тройского. Но, к счастью, безуспешно. С другой стороны, конечно, ситуация не может не радовать, поскольку есть потери. Их стало больше в районе Дебальцево. И, безусловно, на следующей неделе, я думаю, мы будем наблюдать дальнейшую эскалацию вот именно в этом направлении. Ну, а по поводу Луганской области, то сейчас там самые проблемные участки. Это Крымское, это Бахмутское шоссе. Счастье, станица Луганская. На Бахмутском шоссе мы знаем, что 31-й блокпост разбит, хотя украинские военные продолжают вести бои. Собственно, не за сам пост, а за то место, за тот перекресток, на котором он находится. Село Крымское фактически сейчас оказалось отрезанным от большой украинской земли, поскольку 29-й пост, который вот находится на Бахмутской трассе, он сейчас под постоянным огнем. Хотя вот именно сегодня днем там было относительно спокойно, все ближе, боевики подходят к населенному пункту Жалобок, танки, противника, буквально уже в 300 метрах, что позволяет им вести прямой наводкой. Это, конечно, также не может не волновать, но зная, что украинские силы там, вот они тоже накапливаются, мы видели, как идут колонны с техникой, с живой силой. Будем надеяться, что ситуация там стабилизируется. Ром, спасибо большое, что был с нами на связи. Спасибо за оперативную информацию и береги себя, пожалуйста. Мы волнуемся здесь за тебя в редакции. Спасибо тебе. Юлия Владимировна, ну я как раз просто про войну и хотел поговорить. Ну, мы почулись через додатково, что стягивает террористы, там, российские войска появляются, стягивают войска. Что дальше? Как с этим бороться? Ну, насправді, сьогодні мусить бути зроблена повна консолідація всіх украинских сил. Всех народ, президент, уряд, парламент. И когда начались эти агрессивные действия на Донбассе, в Маріуполе, я вернулася с экстренным звернением до президента, премьера, головы Верховной Ради. Чтобы провести расширену Раду национальної безопасности и обороны, и чтобы негайно завтра скликать позачерговое экстренное заседание Верховной Ради. Яка мета? Я вважаю, что сегодня уже всем очевидно, и в свете, и в Украине, что риторику про перемирие Путин використав для того, чтобы в этот час спрямовать на подготовку нового наступа для Украины. И нам сегодня нужно, как бы это ни было боляче, мы все хотим, чтобы мирным шляхом, шляхом переговоров, регулировать эту ситуацию. Но мы не можем быть неадекватными. Мы обязаны действовать сильно и логично. И поэтому нам нужно, наконец-то, уже втраченный час, но вводить локальный в Донбассе військовый стан. Потому что військовый стан, это не означает оголошение войны. Не на территории государства, а на территории... Виключно Луганская, Донецкая область. Військовый стан, это система управления обороной и краяной подчас таких агрессивных действий. Это не оголошение войны. И это не повномасштабная война. Это реально, струнка, чётка система управления краяной в особовой ситуации. И вторая, струнка главнокомандующих. Обовязково. Это одно начальное. Это правильно, единственная система управления обороной и краяной. Я знаю, что есть разные думки. Есть, например, люди, которые считают, что не нужно вводить военность. Зокременно, говорят, что управление войсковым не будет настолько эффективным, как управление управления, которая сейчас есть. Вы же знаете, все. Право в том, что сегодня, наоборот, повная, скажем так, нескоординованность и неузгодженность действий. Как вы скажете? Все мусить идти с одной системы управления. И это нужно было с первых кроков делать. И мы на этом не полагали. Сейчас есть шанс негайно скликать Верховную Раду, РНБО и принять это важное, стратегическое и долиносное для Украины решение. Это посилит нашу оборону. Это даст нам возможность забрать все в один кулак. Но этого не достаточно. Нам нужно полностью скоординовать все в мире. В мире сегодня мощно уничтожить режим агрессора. Вы знаете, я хотел вас как раз про это запитать. У вас величезный опыт, вы особо многих знаете. За вас, когда особо первые особи из мира заступились. Какие возможности решить эту проблему? Как они реагируют? Как они реагировали? Кого есть возможность залучить, чтобы мир став на нашу бою? На самом деле, мир на нашу бою. И вчера, сегодня я первый раз почула от первых людей США, Европейского Союза. Они четко сказали, что это войсковая агрессия Россия. И они первый раз сказали про войсковое сотрудничество и войсковую помощь. Дональд Туск, это, вы знаете, человек, который и друг Украины, и в тот же час, это человек, который сегодня управляет, в том числе и певными институциями Европейского Союза. Это человек, который четко сказал, что нужно действовать сильнее. Я хочу напомнить, что 1939 год уже был прецедент, когда Радянский Союз пошел неоголошенной войной на Финляндию. Помните? Когда они инстинировали там как бы то... Вы знаете, там много параллельности Финляндии, там неизнана республика была, которую вызнав Радянский Союз. Так, Финлянская республика, это несколько сел, которые тогда Радянский Союз захопил Финляндию на кордоне с Радянским Союзом. И они оголосили это финлянскому демократическому республику. Ну, как мы сейчас имеем так называемый ДНР или ЛНР. Так, так, так. То есть самый сценарий. Так, но как действует, вот тут нужно сосредиться. Тогда Финляндия звернулася, тогда не было Организации Объединенных Наций, а была Лига Наций. Они звернулися туда и требовали негайных действий. И тогда Лига Наций зібралась, это было в 1939 году, если не помню, здесь грудень месяц, и они выключили Радянский Союз с Лигой Наций. Сегодня я предлагаю прямо дойти. Не может агрессор быть, находиться в Раде Безпеки Организации Объединенных Наций. И блокировать все эти решения. Это блокируется полностью захист Украины от такой масштабной агрессии. Треба негайно сделать все, чтобы Россия была выключена, хотя бы с Ради Безпеки Организации Объединенных Наций. И я звертаюся сейчас до света. Работать все возможное, чтобы остановить эту агрессию против всего мира. Я верю в победу Украины. Но и Украина, и мир должны действовать очень сильно. Не нужно себя вводить в амману, что можно умиротворить агрессора. Это война, это первое. И второе, нужно включить все силы и возможности, понимая, что это война. Я очень благодарен, что вы пришли к нам в студию. И я очень хочу надеяться, я очень желаю вам этого, чтобы завтрашний день, когда Надя получает этот дипломатический иммунитет, ну, дай Боже, что все изменится. Ну, знаете, пока она еще не есть членом Ради Европы, ну, возможно, Москва какие-то заявки делает. Ну, дай Боже, завтра она станет членом ПАРЕ, получает дипломатический иммунитет. Дуже хотелось, чтобы все изменилось. Продолжение следует... Верю, что мы переможем. И все это залишится в минулому. Но нужно быть сильными и нужно перемогать. Переможем обовязково. Дякую тоже. Дякую. Продолжаем. В начале этой недели, 19 января, прогремел очередной взрыв в Харькове. На этот раз возле здания суда пострадали больше 10 человек. Были и другие взрывы. Мы каждый раз о них говорим. И вот наш корреспондент Сергей Кудимов разбирался. А что это за террор такой? И как ему можно противостоять? О таких обычно говорят. Родился в рубашке. На рентгеновском снимке Давида в районе правого легкого отчетливо видно черный кружок. Это гайка из самодельного взрывного устройства. Сделай он еще полшага. И смертоносная железяка попала бы прямо в сердце. Как только мы повернули за ворот, ну вышли к свороту и повернули направо, ну в нашу сторону дома. И сзади нас разорвывался снаряд. Теракт произошел возле здания суда в Харькове. Общее количество раненых 13 человек. Погибших нет. Попередние выставки экспертов говорят про то, что пристрель было сдетоновано дистанционно. В городе объявили о начале антитеррористической операции. На улицах стало больше людей в форме. Всякий, кто провоцирует нас, всякий, кто провоцирует и пытается заявить о свержении украинской власти в Харькове, значит будет жестко покаран. Правда почти все теракты направлены против волонтеров. Одесса еще один город, где время от времени неизвестное закладывают адские машины. Вот эта дверь, ну старая дверь, она была вот там. То есть ее вынесло ударной волной в проем туда. Двери и окна починили, дыры в стенах залатали. Теперь этот волонтерский центр на гимназической круглосуточно охраняет милиция. Покушений больше не было. Но волонтерам почему-то не совсем уютно с такими защитниками. У меня вот есть девчонки-свидетели, которые слышали, как милиционеры здесь рассуждают на тему того, что государства Украины не существует. И им было бы неплохо работать в России. Мы их, собственно говоря, туда же и послали. После теракта в одесские чиновники предложили волонтерам переехать под одну крышу с охраной. Напруга была колоссально сильной. Знайти примещение было бы надзвичайно тяжело. И причиной того есть, что люди боятся выдавать свои примещения волонтерам, которых постоянно подрывают. Несмотря на теракты, волонтерская работа здесь не останавливалась ни на минуту. От того, что какие-то негодяи взрывают офисы, не должна страдать наша армия. Ребята нас ждут, ребята на нас надеются. Все мы разумеем, что если нас не станет, хлопцем на сходе не будет на кого покластися. И, по сути, война может пройти в наши будинки. На вопрос, если боюсь, боюсь. На вопрос, если остановимся, или не остановимся. Террористы действуют как под копирку. Ночью возле нужного объекта закладывается взрывчатка. Человеческих жертв нет, материальный ущерб минимален. Главная цель – запугать, посеять панику. Не обязательно, чтобы люди гибли уже и немедленно, потому что это может дать обратную реакцию. Общество может мобилизоваться, сосредоточиться и все. Запуганным человеком легче манипулировать. На этой неделе служба безопасности Украины усилила борьбу с терроризмом по всей стране. Особое внимание будет уделено местам массового скопления людей, а еще портам, аэровокзалам, железной дороге, электростанциям. Сегодня в стране та ситуация, когда спецслужбы должны, знаете, добротное слово – перебдеть. Эксперты предупреждают, когда война все сильнее стучит в дверь прикладом автомата, в стране нужно быть готовой к худшему. Количество терактов будет возрастать. Никакие разговоры о мире, никакие разговоры о необходимости прекращения боевых действий не отменяют стратегическую цель наших заклятых друзей. То есть развалить Украину как таковую. Мы не Израиль, и нам, конечно, еще очень долго перейдет свою психику, но нужно не бояться озираться. Все-таки повнимательно смотреть на тех, кто двигается рядом с тобой в метро, зачем мне что-то делать. В условиях постоянной угрозы Израиль преуспел в борьбе с терроризмом. Прослушка, агенты на улицах, точечная ликвидация главарей. Но самый эффективный способ – внедрение агентуры. Все потенциальные места вербовки и потенциальные группы, из которых могут быть завербованы террористы, они довольно эффективно покрыты нашим оперативной агентурой. Большинство террористических агентов нейтрализуются, в том числе и их потенциальные участники, на начальной стадии. Рецепта от терроризма нет, но есть набор правил и действий, как сократить количество взрывов, например, для населения. Заметили что-то подозрительное – позвоните в милицию или СБУ. Возможно, это спасет чью-то жизнь. Сергей Кудимов, Лидия Калинина, Андрей Анастасов, Сергей Ауслендер. Подробности недели – телеканал Интер. Ну и давайте разберемся с этой ситуацией. У нас на связи появился Маркьян Лубківский, советник главы СБУ. Маркьян, вы слышите нас? Вечер добрый. Да, добрый вечер вам. Скажите, пожалуйста, люди разгублены, люди наляканы. Главное, что я хотел бы понять, какая позиция СБУ, какая у вас информация – это серия этих терактов? Это поодинокие случаи? То есть не можно вымалювать какую-то картину, что это серия? Ну, позиция, на самом деле, очень простая и понятная. Первое, я хотел бы успокоить всех, что панека, хаос, занепокоение играют исключительно на руку врагу. И в этой ситуации, когда против Украины ведется мультисторонняя, многофункциональная война, когда используются разные методы, в частности, прямая война, когда наши военнослужащие защищают Украину на Сходе. С другой стороны, это информационная война, в том числе и в социальных мережах. А третьим вимером войны, которая сегодня ведется против Украины, это работа ДРГ, так называемых диверсионно-розвыдувальных групп, диверсантов, провокаторов, террористов, которые пытаются проникнуть в глубь украинской территории и совершить теракты. Я правильно почув, что это именно диверсанты в Одессе, в Харкове подрывали? Абсолютно точно. Все эти вибухи, все эти пробки, все эти террористические акты, они связаны с одной конвоем. И мы очень четко видим взаимодействие доморощенных зрадников, людей, которые граждане Украины, и которые сегодня помогают Российской Федерации дестабилизировать ситуацию в Украине. А с другой стороны, все эти операции, если они не планируются в своем массе, то однозначно, что метою Российской Федерации, а вернее, спецслужб этой страны, есть за помощью таких терактов, таких диверсий, дестабилизировать ситуацию в Украине, залякать украинских граждан. Мы сегодня четко видим два типа диверсий. С одного боку, это диверсии або террористические акты, которые покликаны забрати жизнь украинцев. А с другой стороны, это тоже террористические акты или вибухи, которые вызывают людей залякать. Как правило, они не несут за собой великих жертв или руйнуваний. И, как правило, они проводятся где-то в безлюдных местах, но вместе с этим они тоже есть небезопасными. Ну, вы видите, что было біля суду, когда уже появились первые постраждатели, это уже набагато страшнее, чем когда вибухало дейсно біля патріотических объектов. Біля московского суду мета была, чтобы погибли люди. Это мы четко сьогодні понимаем. Скажите мне, пожалуйста, что делать людям, которые нас сейчас смотрятся, моей родине, которая в Одессе и сейчас живет, людям, которые сейчас живут в Харкове, людям, которые живут в других местах Украины, и как-то они переживают за своей жизнью. Что они могут сделать для того, чтобы, по-перше, быть самыми телами, по-друге, как-то это запобегти своему мнению? Я хочу еще раз наголосить, и дякую вам за ваш сюжет. Вы в своем сюжете уже дали эти рецепты. Если мы хотим победить в этой войне, а мы в ней однозначно победим, мы должны быть единственным целым и гражданами Украины, и спецслужбой. И мы сегодня очень много информации черпаем из гражданности. Громадность, вы не поверите, помогает нам волонтеры, люди добро и воли, часто телефонуют нам, дают информацию, и мы очень рассчитываем на поддержку общества. Как только вы видите, что они подозрили, или человек, или великий пакунок, или мы тушливые действия, просим вас, информуйте службу безопасности, информуйте милицию, давайте информацию. Сегодня мы вернулись, как вы знаете, и до Укрзалізницы с проханием поселить контроль за всеми стратегическими объектами. Мы сегодня рекомендуем и гражданам быть максимально пильными, максимально уважными. И ничего страшного, если выклик не подтвердится, або информация не подтвердится. Мы сегодня реагируем на все выклики и на всю информацию, которая идет от граждан. Спасибо, спасибо, что до нас присоединились. Вы знаете, что именно так реагируют в Америке. Я просто сейчас хочу выкликать на звездок наших закордонных корреспондентов, Маркиен Лубкиевский, родных главы СБУ, оба узнава на звездку, и наши иностранные корреспонденты о том, как антитеррористические меры отразились на жизни обычных людей. В Америке, там Митя Иловский, в Израиле, там Сергей Услендер, ну и в Европе. София Гордиенко следила за всеми событиями. Итак, София Гордиенко, наш европейский корреспондент, после взрывов во Франции. Как изменилась жизнь во Франции и вот в Бельгии, где ты сейчас находишься? Софа. Больше полумиллиарда евро, такова цена грядущих антитеррористических мер во Франции. На эти деньги наберут почти 3000 силовиков. Под постоянное наблюдение полиции и спецслужбы возьмут 3000 не самых благонадежных граждан страны. В машинах подозреваемых теперь могут останавливать датчики движения, а в их домах микрофоны. Я уже не говорю о прослушке. Она тоже будет. Ну и, конечно, интернет за соцсети возьмутся всерьез. И любой, кто там обронил фразу, мол, так ими надо карикатуристам, может пополнить 3000 список неблагонадежных. Что касается Бельгии, то здесь тут же усилили охрану в евроинституциях. Организовали несколько десятков рейдов, провели аресты. Военные денно и ночно охраняют синагогу, патрулируют вокзалы. Но надо сказать, что Бельгия, как и Франция, страдает от своих же исламистов доморощенных. Ведь они проникают в страну не извне. Они рождены в Европе, и у них европейские паспорта, но совсем не европейские убеждения. И в обеих столицах, Париже и Брюсселе, и даже в небольших городках, можно оказаться в кварталах, где выкатцы из исламских стран живут по своим правилам. Свой язык, свои обычаи, своя мораль. Не все из них радикалы. Это однозначно. Но у тех, у кого не получается стать частью европейской жизни, как раз и можно ждать терактов. Именно поэтому в обеих странах сейчас разрешили следить за школами, внедрять туда специальных агентов. Учителей и самих учеников просят сообщать о возможных угрозах, которые представляют их же одноклассники. Дима? Отслеживать подозрительных личностей американские власти начинают еще задолго до их попадания на территорию Америки. Когда за несколько суток до вылета данные о пассажирах попадают в компьютеры авиакомпании, начинается масштабная проверка их прошлого. Если человек подозрительный, могут и с рейса снять. К тому же, подробно объясняя причины сдержания, спецслужбы особенно не должны. Дальше идут американские аэропорты. И каких только датчиков там нет. Есть даже датчики на порох. Правда, тут начинается настоящий дурдом весной и осенью, когда открываются охотничьи сезоны, и частички пороха оседают в одежде заядлых охотников. Ученые недавно по заказу ФБР вырастили даже специальные растения, которыми планируют засаживать зал ожидания в аэропортах. При наличии малейших частей взрывчатки в воздухе, их листья поменяют цвет. Пассажиры сигнала не заметят, потенциальный террорист не поймет, а вот спецслужбы обязательно сполошатся. В городах на каждом углу камеры. На массовых мероприятиях все урны обязательно прозрачные. Но, пожалуй, главная работа спецслужб нынче идет в интернете. Под контролем буквально все. Мониторят соцсети и блоги, выискивают подозрительных по постам в группах и по их комментариям. Вот свежий пример. На прошлой неделе ФБР заявили, удалось сорвать планы взорвать капитулий и расстрелять конгрессменов. Агенты под прикрытием вступили в переписку с американцем, который в социальных сетях активно поддерживал исламское государство. Ну, якобы захотели помочь ему в организации теракта. Дело даже дошло до покупки оружия. Ну и вот тут как раз произвели арест. Правда, и тут не обходится без курьезов. Однажды несчастный британец, который собирался поиграть в американских казино, перед вылетом написал в фейсбуке пост «Взорву Америку». Ну, мол, погуляю на славу. По прилету бедолага тут же отправился в изолятор. И больше суток объяснял спецслужбам, что же именно он все-таки имел в виду. Дима. Спасибо. Ну, и еще одно мнение. Израиль, там наш корреспондент Сергей Услендер. Сергей, страна живет в состоянии войны уже очень долго. А у вас-то что? Что до повседневной жизни, то меры безопасности здесь весьма плотные по сравнению с любой другой страной. Говорят, израильтянина легко можно узнать за границей. На подходе, например, к торговому центру он автоматически раскрывает сумку для досмотра. На входе в любое присутственное место в Израиле обязательно есть вооруженные секьюрити. По улицам постоянно курсируют патрули полиции и муниципальные охраны. Есть видеокамеры над местом, где происходят какие-то массовые мероприятия или массовые беспорядки. Даже подвешивают дирижабли, чтобы с них вести наблюдение. Есть некий стандарт, сколько проживет террорист, который в общественном месте вытащит нож или пистолет. Так вот, проживет он не дольше 30 секунд. Страна маленькая. Только представьте, что террористам удалось отравить водовод или подорвать электростанцию. У нас их всего пять. И выход из строя одной обрушит энергосистему. Все эти объекты потому и охраняют, как зеницу ока. От них зависит жизнеобеспечение государства. Одно из главных достоинств израильской системы безопасности – это ее многоуровневость. То есть, преодолев один уровень, террорист непременно будет убит или схвачен на следующем. Вот, например, последний теракт. Араб нелегал сумел проникнуть в Тель-Авив, пронес с собой оружие, набросился на людей с ножом в автобусе. Но рядом оказались бойцы тюремного спецназа, которые и обезвредили бандита. Вообще, здесь очень много людей с оружием. Например, солдат отпускают в увольнительную с автоматом и двумя магазинами патронов. Плюс охранники, плюс сотрудники спецслужб, офицеры полиции, просто люди, у которых есть разрешение на оружие, например, жители поселений. Все эти вооруженные люди, которые встречаются буквально на каждом шагу и так нервируют туристов, на самом деле это последняя линия обороны. Но это только один уровень. По меткому выражению одного из политических деятелей, в смысле безопасности, Израиль из острова превращается в бункер. Один из важнейших элементов этой системы, это, конечно, агентурная сеть службы безопасности, поскольку службы безопасности постоянно вербуют агентов среди арабов. В результате, при подготовке, например, теракта, если в него вовлечены три палестинца, то один из них непременно окажется осведомителем израильской спецслужбы. Но об этих случаях, как правило, широкой общественности мало что известно. Коллеги, спасибо. Далее выпуски. А что для Украины означает Давос? Какие результаты мы получили? Узнаем об этом ровно через 7 минут. Продолжение следует... 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 Украина, Россия и война. Многие из тех, кто приехал в одну году в Давос, до последнего не хотели признавать, что происходящее на Донбассе уже не только наша внутренняя проблема. До этого политики долго выражали озабоченность, бизнес сворачивал активность в России и в Крыму. Запад был согласен помогать финансово, но не больше. И лишь теперь многое меняется. Жозе Мануэл Борозу, человек, который 10 лет был первым лицом Евросоюза и лично принимал многие решения. Выйдя несколько месяцев назад в отставку, он теперь уже может быть откровеннее и не выбирать слов. Есть люди, которые хотят представить Украину неполноценной, но у Украины есть все, чтобы показать. Она суверенное государство. Это страна, которая может гордиться собой. Да, мир должен делать для вас намного больше, чем сейчас. Должен понять, наконец, что все, что происходит в Украине, это невероятно важно для всех. Но поддержка – это контракт между ЕС и страной, которая проводит реформы. Лишь увидев их, международное сообщество будет поддерживать Украину. В кулуарах Давосского форума не скрывали, что бизнесмены, что политики обеспокоены. Если даже глобальный финансовый кризис и его развитие, они могли хоть в общих чертах, но спрогнозировать, то что будет с Донбассом и каковы последствия, даже гуру Давоса предсказать не могут. Без понимания, что дальше, как можно планировать. Развитие бизнеса, выход на новые рынки или, скажем, инвестиции. Вкладывать деньги в Украину в Давосе призывал президент. Обращаясь и к крупному бизнесу, и к европейским политикам, Кристин Лагард, глава МВФ, сейчас лично курирует украинский вопрос. И дала довольно четкие обещания поддержать страну, открыв так называемый EFF – Extended Fund Facility – механизм расширенного финансирования. Мы не просим помощи, я это слово не использую, я использую поддержку, потому что это кредиты, которые мы в конце концов будем расплатиться с ними. Тогда мы сможем стабилизовать страну. Мы должны за несколько недель договориться с Международным валютным фондом, чтобы они смогли уже дать нам первые какие-то транши при конце лютого месяца, с начала березня. В штаб-квартире МВФ нам пояснили, суть программы не только в увеличении финансирования Украины, но и в необходимости глубоких структурных реформ, болезненных и трудных. О том, насколько они нужны в Давосе и с трибуной в кулуарах, говорили практически все. Мол, Западу необходим сигнал, что перемены не займут годы, что они будут уже сейчас. Я сравниваю Украину сегодняшнюю и Грузию 2004 года. Когда Саакашвили разогнал ГАИ, это было демонстративным шагом, показавшим всем в мире готовность страны к жестким реформам. Украина пока не нашла такой проект, так что ваш путь займет дольше времени, чем в Грузии. Украина нуждается не только в военной поддержке, но и в реформах. И когда война закончится, это еще не будет хэппи-энд. Все наладится лишь тогда, когда люди поверят, что их страна меняется. Мой главный совет – общайтесь с обычными людьми. Реформы президентские или правительственные должны быть близкими и простыми людям, насколько это возможно. Люди должны быть на вашей стороне, иначе ничего не сработает. Довосский форум, в первую очередь, это экономика, а затем уже политика. Украине катастрофически необходимы инвестиции. Инвесторам нужны реформы. Пока то, что происходит, это разговоры и пожелания. Это не реформы. А в разговоры уже давно никто не верит. То, что времени на раскачку нет, прекрасно понимают и новые главы Минфина и Минэкономики. Общий язык в Завосе они нашли легко. Хотя бы потому, что впервые украинские министры говорят по-английски настолько же хорошо, как и политики, которым их пришлось убеждать. Мы понимаем, что ограничены во времени. Мы понимаем и знаем, что должны делать сейчас. Но как любой бизнесмен, а теперь уже политик и министр, я понимаю, что у нас должен быть план на несколько лет вперед. Мы должны провести реформы так, что однажды, когда покинем наш офис, те, кто займут наши кресла, легко продолжат начатое дело. Доводская встреча завершилась, и главное впечатление – закончилась эпоха. Время, когда можно было говорить только об экономике, отстранившись от политики. Вот почему все эти дни в Швейцарии мучительно определяли, а каким же он все-таки будет, новый мировой контекст. Ну, вот такие заявления были в Давосе, разные. Многие из них вы слышали. Скажите, а вот эти слова Сороса о том, что, может быть, Украине действительно нужен какой-то громкий реформаторский проект, который даст возможность не просто многое здесь поменять, но поменять тихо, а вот действительно показать миру, что мы настроены на масштабные реформы? Вы знаете, в вашем сюжете не было окинцевки, потому что Сорос говорит про новую Украину и про демократию. Он говорил про то, как функционировала система в Грузии, когда это было решение Михаила Сакашвили, и далее вся команда работала вниз на втяжении реформы. Сегодня мы имеем демократию в Украине, а при демократии певные реформы рухаются трошки поволе, потому что есть разные точки зрения и политические дискуссии. Но в тот же час, когда мы сегодня под загрозой российских террористов, должны объединяться. И очень важно, чтобы во время давосского форума, мне неодноразово приходилось рассказать про те вещи, которые уже сделаны, або започаткованы. И это было новое. Ну, в частности, антикорупционное бюро, процесс по антикорупционному бюро, судовая реформа, первое читание Верховной Рады, децентрализация уже есть в бюджете, есть вопрос конституционной реформы, что децентрализация. Смена в державном управлении, вопрос, что касается регуляции, очень много вопросов по регуляции, очень конкретные и принятые законы, и те, что потребуют сегодня инвесторы. И так далее. А, реформа, которая сейчас происходит в правоохранных органах, с экспериментом в Киеве, который будет происходить по созданию полиции. Все эти вещи очень часто никто не знает. И одно из наших задач было рассказать. У нас было очень много встреч с журналистами, очень много встреч с бизнесменами, приемцами, политиками, где мы рассказывали и показывали. На жаль, часть российской делегации виглядала достаточно лицемирною. Деякие российские политики заявили, что они готовы не ездить, если это потребует их лидер. Ну, то есть такое лицемирство, которое достаточно сильно здорово. Валерий Паска, который сделал в прямом эфире «Россия-1», очень открыто интервью он дал. Окей, я хотел вас запитать. Ну, смотрите, у нас сейчас люди смотрятся, про что они думают. Есть такая загроза, что когда мы все остаемся беднее, то даже когда нас чувствуют инвесторы, даже когда нас поддерживают мир, то реформы не поддерживают певную часть общества. Я думаю, что одно из задач, которое стоит перед этими политиками и общественными организациями, это объяснение реформ. Почему это происходит, как это происходит, какие будут последствия, почему это нужно делать. И сегодня, когда есть заклики о конкретных реформ, реформа – это переход из одного состояния в другой. И он, как правило, будет болезненный, иногда он не будет болезненным. Все зависит от того, как мы объясняем гражданам, что делается. Потому что, снова таки, демократичный процесс выбора главы антикорупционного бюро, он и тому демократичный, что он прозорый. Но он тревает час. Есть час, певный термин, обращение этого человека. Есть певные ожидания, чтобы было по-швидше, по-швидше, по-швидше. Мы очень хотим все швидше. Поверьте, я привел пример, что Украина напоминает все швидше. Мы бежим в марафон в формате спринта, очень быстро. Но при этом мы стекаем кровью. Потому что у нас есть война, результат террористов, террористические действия против Украины. И в тот момент мы имеем складную экономическую ситуацию. Все это не зависит на все. Украина победит, потому что сегодня это объединение в сообществе для строительства Украины, которое сегодня есть, это беспрецедентный пример. Дякую. Хорошая точка. Будем ставить точку. Дякую, что приехали. Дякую, что просто за аэропорту до нас заветали. Дякую за запрошение. Продолжаем. Деньги от МВФ. Фонд готов начать новую расширенную программу для Украины. Дмитрий, вы проходите. Итак, деньги от МВФ. Фонд готов начать новую расширенную программу для Украины. Мы только что об этом говорили. Но вот пока что в Минфине. Подчеркну еще раз просто, чтобы зафиксировать. Говорят, что есть шанс договориться до конца января. Миссия сейчас работает. С ней ведут переговоры. Это значит, что деньги могут прийти в конце февраля или даже в начале марта. Первый транш новой программы. Ну, попробуем вот прямо сейчас разобраться, в чем причина этой задержки. Ну, и выдержит ли Украина столь долгое ожидание международной финансовой помощи. Гости подъехали в студию. Да, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Александр Харибин, экономический эксперт. Да, да, да. Знаете, второй час программы уже иногда тяжело говорить. И Александр Харибин, тоже экономический эксперт. Человек, который часто у нас в гостях, либо в студии, либо на телемосте. Бывает и такое. Скажите, а вот в чем была проблема, почему правительству, почему президенту пришлось сейчас лично встречаться с Кристиной Лагар, для того, чтобы ее убеждать, для того, чтобы открыть новую программу? Почему Украина так долго не получала деньги МВФ? Почему вот этот холод такой был? Вы знаете, ну, это причина, эта проблема известна всем, она обсуждается в последний год. Нет реформ, нет денег. Есть борьба с коррупцией, есть деньги. Нет борьбы с коррупцией, нет денег. То есть, к сожалению, Порошенко стал тем тяжеловесом, слово которого сейчас легло на ожидание МВФ, на ожидание международных институций. Слово президента, закон. Да, слово президента позволило решить эту проблему. Я просто был в доводии, я это видел. Действительно, после его встречи с Лагар все сдвинулось. Да. К сожалению, борьба с коррупцией, она только декларируется, то есть, создание антикоррупционного бюро, о том, о чем говорил Дмитрий, это вопрос времени, но не правительству, фактически, второму сроку этого правительства ничего не мешало в последний год бороться с коррупцией. То есть, не видно ни расследований, которые бы позволили наказать тех, по которому же есть уголовные дела, не вернуть деньги, которые ушли из страны. То есть, ничего не происходит, увы. Давайте мы разберемся, в каком состоянии экономика. Вот мы до конца февраля, до начала марта, когда ориентировочно может прийти новый транш, первый транш новой программы дотянем. На сайте МВХ написано совершенно по-другому. Она все планирует с конца февраля рассмотреть расширение мандата для миссии, которая будет иметь право вести переговоры о новой программе. То есть, в лучшем случае, будем марте, чтобы вы так немножко правильно поняли, потому что на сайте совершенно другая информация. Ну, смотри. Да, у нас какая проблема? Золотой валюты резервы действительно мало, 7,5 миллиардов. В этом году надо 11 миллиардов, простая математика, то есть, меньше. И какие-то уже платежи надо начинать в первом квартале. Плюс ко всему, можно не забывать, что надо погашать и старый кредит НБР, так что тоже в замкнутый круг не нашел. Так что, действительно, проблема возникает в том, где взять валюту. Вы сами понимаете, население валюту в банке несет. Есть надежда, что дадут кредит, погасим старую. Вы знаете, по поводу валюты, как раз, наверное, самое важное, что вот сейчас те, кто нас смотрит, хотели бы услышать. До момента, когда мы получим деньги МВФ, до момента, когда рынок насытится валютой. Что с гривеной будет? Какой курс? Нет, да не насытится. Ну, смотрите, нам МВФ даст от силы. Смотрите, МВФ дает всегда как? Вот смотрите, в том году нам надо было погасить 3,7 миллиарда. Он дал 4,6. Сумма на сумму. В этом году он посчитает, вам надо погасить, мне, примерно, 3 миллиарда, 23, он не будет давать больше. Цель МВФ, чтобы вы погашали его кредит. Его не собирается на освещение. Плюс, не забывайте, он, как правило, дает деньги, чтобы их не тратили на интервенции. Он очень болезнен, это рейтинг. Вы знаете, там разные могут быть условия, вы мне по поводу курса скажите. Вот ваш вопрос. Не, ну курс, смотри, сейчас около 20 есть, он будет потихонечку подрастать. 20, 22, вот такой курс будет. Какой предел? Не, предел любой может быть, и 50. Вы не забывайте, что, честно говоря, я, конечно, не ожидал, что будет даже 12. Ну, я это понимал, но, к сожалению, вы сами видите, 2014 закончили очень высокую. То есть, по этой причине сейчас мы вернулись к 90 годам, когда мы в любой пределах. Ну, хорошо, но в любом случае, ваш прогноз 20, 22, вот на этот период, там, до февраля. Ближайше, но надеюсь, что не будет, что тормоза, хотя, к сожалению, спрос больше. Знаете, есть хорошее выражение, я не буду из курса по 20, я буду из курса по 200. Очень сложно прогнозировать ситуацию с курсом при фактически полном нуле золотовалютных запасов. С тем, что миллиардов для этой страны это ничего. Кроме того, мы знаем, что золотовалютные запасы формируются из наличных денег, из ценных бумаг, состав которых нам неизвестен. Поэтому можно сказать, что их практически нет в стране. То есть курс будет таким, каким его сделает рынок. Рынок зависит от ситуации на востоке Украины, рынок зависит от настроения населения, от паники. Ну, все-таки, вот ориентир по цифрам. Любой. Понятно. Левицкая девальвация действительно большая. Давайте на сюжет прервемся. Вот наш корреспондент Валентина Левицкая на собственном опыте убедилась, что свободный обмен валюте в стране просто не существует. Вот как это было. От 50 до 100 миллионов долларов в месяц. Так оценивают эксперты теневой оборот валюты в стране. Сегодня валюту практически на официальном рынке купить неможливо. Все эти транзакции сегодня отбываются на неофициальном рынке. Мелкий и средний бизнес часто находит тысячи долларов и евро через интернет-сайты. Покупает их не на улице, а в тех же отделениях банков и обменках. Но нелегально и по курсу черного рынка. Конспиративная квартира – это еще одно место, где сегодня можно купить практически любую сумму валюты. Правда, человек с улицы туда так просто не попадет. Только по рекомендации и предварительному звонку. Обмен паролями и сделка состоялась. Без документов и уплаты налогов. Рядовые граждане за небольшими суммами зачастую идут к менялам, которые вновь появились возле банков и базаров. На условиях анонимности с нами пообщался один из торговцев валютой. А вот задача на смекалку. Дано. На расстоянии 10 метров друг от друга стоят два пункта обмена валют. В одном за доллар просят 19.90, в другом 21 гривню. Внимание, вопрос. Где больше долларов продают? Не спешите с ответом. Проведем эксперимент. Здравствуйте. А есть у вас доллары? Нету? А вообще бывают они? Вам не сдают вообще доллары уже? Это банк такой курс, да, устанавливает? Здравствуйте. У вас есть доллары? Скажите, а если мне нужно будет 500 долларов, будет такая сумма? Будет, да? По курсу 21, да, вы продаете? То есть если заказать, к вечеру можно будет прийти, да? За 20 минут более дорогой обменник обслужил троих клиентов, а первый не одного. Все объясняется просто. Покупают не там, где низкий курс, а где валюта есть. А вот еще один пункт обмена. Возле него даже выстроилась очередь. Здесь выгодно сдавать валюту. Курс покупки 20 гривен за доллар, в то время как официальный 16,4. Впрочем, официальный курс, цифра эфемерная, существует только для отчетов и успокоения народа. На деле же купить валюту по официальному курсу в банке невозможно, даже если она там есть. Зашла сегодня в коммерческий банк, хотела купить доллар и спросила, есть ли валюта. Девушка сказала нет, нету. Подошел другой мужчина и предложил ей 20 долларов обменять. Пока они там думали менять, не менять, то я в это время спрашиваю девушке, могу я их сразу же и купить. Она сказала нет. Я уточнила, почему. Она говорит, у нас есть внутрибанковское распоряжение, чтобы мы не меняли. Обменки, в которых курс выше, но валюта есть, принадлежат так называемым небанковским компаниям. Работают они легально и имеют лицензию НБУ. На минувшей неделе стало известно об инициативе Нацбанка закрыть такие пункты обмена. Об этих планах сообщил первый замглавы регулятора Александр Писарук. Мол, смысла в их существовании нет. Таких компаний в стране всего 4 и на них приходится лишь 1% валютообменных операций. Это полезно в первую очередь банковскому установку, из-за того, что они получают возможность купить валюту за курсом значительно нижче, нижче, нижче. То есть люди будут позволять вообще купить валюту, банки будут продавать валюту исключительно для погашения кредитных обязанностей. У меня было 6 киосков в городе по продаже жувачек. И я, значит, за одну ночь перекрасил белый цвет, навесил решетки, назвал обменом валют. Нацбанк тогда сошел с ума, бегали, пытались меня закрыть, милиция, аресты, изъятие денег, потом возврат, потому что на тот момент был указ Крупчука о либерализации валютного отношения. Бизнесмен Михаил Бродский, который в 91-м поставил первый обменный пункт в Украине, теперь против частных обменок. Это должны банки делать. Но с другой стороны, не может быть, чтобы курс Нацбанка был 16, а теневой курс 22 или 21. Я считаю, что на этом идут огромные спекуляции. Банки зарабатывают на бизнесе. При желании, Национальный банк Украины, как единый регулятор на валютном рынке, может навести порядок с валютниками за неделю-два, не больше. Но почему-то Национальный банк этого не делает, а это означает, что он в определенной взрыве с владельцами коммерческих банков. Запретами и облавами черный рынок не победит, и валютную истерию не успокоит уверенные эксперты. Вся надежда на международную финансовую помощь. По моей оценке, Украине потребно щороку минимум 20-30 миллиардов, додатково до того, что было вызначено программой співпраці з МВФ. Если такие деньги будут наданы, я думаю, что ситуация будет стабилизована. Валентина Левицкая, Иван Нашкиндер, Сергей Килимник. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну, давайте разберемся в том, что было в сюжете. Говорил один из спикеров нашему корреспонденту, что у Национального банка, ну, якобы, давайте поймем, так это или не так, есть возможность при желании с валютниками разобраться там за неделю-две. Так ли это? Ну, при желании все есть. Тем более, что вы не забывайте, что смотрите, на сегодняшний день действительно два курса, даже четыре, там, официальный, серый и так дальше. Но, по большому счету, если сделать один курс, уравновесить и не закрывать обменники, а, наоборот, сделать единый, это был факт. Вот вы на сегодняшний день показывали курс 20, уже сегодня на черном рынке 19-80. Вот это рынок, вот это настоящий рынок, а не вот эта имитация, которую показывает НБУ. Понимаете? Рынок может и вырасти, и упасть. Вот рынок. Учитесь у черного рынка, к сожалению, черный рынок обыграл. Это плохо. А почему вы согласны с тем, что заинтересован сам Национальный банк в существовании черного рынка? Смотрите, здесь есть два аспекта. В первых аспектах есть понятие, как межбанковский валютный рынок, на котором курс установлен на размере 16. Фактически к этому курсу привязаны долги государственные, внутренний государственный долг и внешний государственный долг, которые пересчитываются по курсу Национального банка, то есть по 16. Если мы пересчитаем курс, нашу задолженность перед западными институциями по рыночному курсу, мы получим дефицит не 1 триллион, а 1 триллион 300. Это та задолженность, которая у нас есть перед внутренними и внешними кредиторами. Это один из аспектов, почему курс держится ручными методами. Вторая ситуация, вы не забывайте о том, что в стране сейчас тотально банки банкротятся, они убыточны. Это один из инструментов дать банкам заработать, то есть на курсовых колебаниях. Поддержать немножко. Совершенно точно. А вы коррупционную составляющую не видите в этом? Знаете, вы продаете или покупаете, так старая история. То есть если мы говорим в интересах государства, то у нас банк действует достаточно адекватно и господи Гонтарева соответствует самому месту и своей должности. Ситуация обычного обывателя, рядового гражданина Украины, для которого 120 долларов, это большие деньги, которые он покупал на черный день. То есть сейчас закрыть обменный пункт, это фактически бабушка, которая могла сдать гривну, дулат за гривну по 20, получить 2000 гривен. Отправить в обменный пункт банка, получить 1600 гривен. То есть за счет чего государство будет компенсировать дефициты и свои риски? Нет, бабушка пойдет, поменяет другой бабушке, к сожалению. Вы же понимаете, тоже ситуация, любые запреты сами понимаете. Но вот действительно, закрывшие легальные обменики, мы просто увеличиваем размер черного рынка, к сожалению. Ну, история 90-х годов, классический пример, когда, к сожалению, было еще... То есть мы возвращаемся в 90-е годы, вот те самые, о которых тут Бродский рассказывал, вспоминая свои будочки. Не, мы вернулись в 90-е годы? Вспоминаем Дерипаску в России, мы, к сожалению, заложники этой ситуации. То есть кризис касается не только России, но и Украины еще даже в большей степени. То есть 93-93-е годы очень хорошо вспомните. Сажалительно. Спасибо, у меня последний вопрос. Деньги МВФ, которые, ну дай бог мы получим, там февраль-март уже не суть важна, они позволят стабилизировать ситуацию и насколько? Они никак не повлияют на валютный рынок. Мы, если помните, в мае 2014 года получили кредит, в сентябре получили, можете вспомнить, что было с курсом. Запомните, МВФ дает только для погашения внешних долгов, без мал. Эта валюта на валютный рынок не придет. Население, когда понесет деньги в банк или менять не имеет, вот это плюс. И когда бизнес за шору пошел возвращать денег в экономике, это плюс. Хватит надеяться на этот МВФ. У нас 20 миллиардов, есть 100 миллиардов в руках населения. Какие 20 миллиардов? А мы просим какие-то 20 миллиардов. Вот где деньги. Понимаете? Хорошая точка. Спасибо большое, что были. С нами должны заканчивать. Такими были подробности недели в эти 7 дней. Спасибо, что были с нами. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...